Друзья, с 2014 года я организую рыбалки и виктуры в Аргентине. И все это время я исследовал различные вина. Ведь только в Мендосе 2000 виноделин. Представьте сколько их во всей Аргентине, потому что здесь есть и Сальто, и Патагония. Везде делают вино. Даже в тропической части есть свои винодельни. То есть вот плод всех моих усилий. Также в этом процессе участвовал наш сомелье Семен Соловьев. Мы с ним вместе отбирали вины и мы сделали вот эти вот сеты. Здесь представлено шесть сетов. Я сейчас про них, про каждый расскажу и надеюсь, что вы вместе со мной их продегустируете и оцените. Первый сет это мой любимый набор лучших вин Зукарди. Я его посвящаю моему другу Оразу, который вместе со мной является фанатом этой винодельни. И на самом деле я лучший вин в Аргентине пока еще не нашел. Хотя они есть. Есть здесь вина и по тысяче долларов за бутылку, и по три. Я не все их, конечно, пока пробовал. Но вот, допустим, если брать Зукарди, то вот это вино Суперкал, оно тоже достаточно дорогое. То есть оно стоит 400 долларов здесь, в Аргентине. В России оно стоит порядка 1200 где-то. Вот такие примерно цены. И то его не достать. Обратите внимание, что эти вина скоро закончатся. То есть это 1400 бутылок всего было сделано в 19-м году. То есть понимаете, да, что если этого вина сделали 1400 бутылок в 19-м году, то скоро оно останется только там в коллекциях, и цена на него может быть абсолютно любой. Ну, все вина достойные. То есть Пьедро Инфинита, Лас Сорильядос, Каналуко — это весь топ Зукарди. Сейчас я, в принципе, про каждое вино расскажу. Но это вина, которая на голову выше сосекая. То есть вот то, что у нас там люди любят пить там всякие французские бренды, типа там Вальблан, там Шато Ротшильд, там и так далее. То есть Петрус отдыхают по сравнению с этими винами. Поэтому не жалейте денег — это огонь. Еще несколько слов вот про Зукарди. То есть это биовинодельня, они не используют удобрения, и идея их передать силу и энергии природы в том виде, в котором она, в принципе, понятна виноделам. Супер Кал прямо, ну, обязательно, если вы его где-то найдете, потому что у нас осталось две бутылки, то надо брать. Пьедро Инфинита — тоже очень интересный участок. Очень каменистая почва, поэтому название Пьедро Инфинита. И буквально на другой, я был у них на винодельне, на другой стороне ручья Каналуко. Абсолютно другое вино, хотя между вот этими двумя участками расстояние всего там 100 метров. Сорельядос — тоже очень интересное вино по букету. То есть им удалось передать аромат местных ягод и трав. То есть как они это сделали, я не понимаю, но для меня это одно из любимых вин у Зукарди. И, кстати, сама винодельня очень интересная. Мы делаем туда туры, там частные дегустации, знакомые с хозяевами, с управляющими. То есть реально место потрясающее и два отличных ресторана. Друзья, второй сет — это необычные вина, которые выращиваются в Патагонии. То есть в Патагонии, вы знаете, что это жесткий климат. И, соответственно, лоза здесь максимально страдает. Чакра — это лучший пену-нуар, который есть в Аргентине. Хозяева — наши общие любимцы — сосикая, итальянцы. Это же их же проект. Оно очень дорогое, это вино. На мой взгляд, не совсем оправданно дорогое, но это биодинамическая тоже винодельня, очень интересная. По Наэме — это тоже очень хорошая, интересная винодельня патагонская. Это вино интересно тем, что они здесь в Мальбек добавили немножко Мерло. Очень благородная тоже такая история и недорогая. Вот, смотрите, пену-нуар. Для меня Ричетелли по цене-качеству, конечно, выигрывает у Чакры. И действительно обалденная вина. То есть вот на эту бодегу, обратите внимание, это чисто итальянская история. И они прямо вообще красавцы. То есть никогда на слепой дегустации не скажешь вообще, что это Аргентина. Как будто в Италию куда-то съездил. Так, теперь бленды. Это вот интересный очень бленд Бодега Финдельмундо. Тоже патагонская история. Я считаю, что вот все, что я вам сейчас показываю, рассказываю, нужно обязательно дегустировать и как бы сформировать свое мнение. Но для меня все вина просто супер. И они недорогие. То есть весь этот набор там стоит в районе 400 долларов. Друзья, другой набор очень интересный. Это лучшие мольбеки, которые мы для вас отобрали. Ну, начнем с кобос. То есть это такое очень благородное вино. Нотки черной смородины, сливы, ягод. Отлично подходит под мясо, под аргентинское осадо, под шашлыки. Очень классное вино. Про зукарди я уже рассказывал. Ну, это топ. Энзобьянчи. Интересная история. Потому что мольбек очень элегантный, не тяжелый. И, ну, как бы не совсем мольбек. Ну, такое, знаете, что-то прям очень изящное вино, так скажем. Так, теперь у нас идет Рутини Апартада. То есть Рутини – это одна из таких известных очень виноделин раскрученных, которые в мире многие знают. Но, к сожалению, Рутини многие знают по дешевым винам, то есть по простым линейкам. Это топчик, который выдержан в бочках из французского дуба. Здесь тоже им удалось добиться очень интересного и букета. И рассказывать про это вино сложно. Но попробовав один раз, вы, безусловно, оцените. Отлично сочетается тоже с мясом, с сырами. Очень интересная винодельня Бьянчи. Написано «Quattro Generacion». Почему Quattro Generacion? Потому что это дань четвертому поколению семьи. Посмотрите на оценки. 97 пунктов. Вот. Кстати, здесь у нас есть Зукарди. Вот этот Суперкал 100 пунктов и 100. Просто задумайтесь. 100 пунктов и 100 в мире. Ну, таких вин очень мало. И в Аргентине вот я знаю порядка 6 таких вин. Если вы в Европе захотите попробовать вино, которое набрало 100 пунктов, там ценник начинается только от 1500 евро. Здесь, пожалуйста, 400 евро. Есть еще одно вино, кстати, у нас в коллекции тоже, которое набрало 100 пунктов. Надо будет его найти. Ну, смотрите. В общем, опять же здесь Зукарди есть, да. Но вот этот сет, он более дешевый. То есть, этот весь сет стоит там меньше 200 долларов. Поэтому потрясающие вина за разумную цену. Они у нас тоже есть. И я вам всегда рекомендую пробовать то, что прошло как бы одобрение мое из эмелье. Потому что в Аргентине вы приходите в винотеку, тут глаза разбегаются. И даже с помощью там Вивина, Вайнсканер очень тяжело что-то подобрать. Действительно достойно. Следующий сет, это, ну, у меня был долгий роман с этой винодельней, Гранен и Мига. Этот проект, который тоже относится к Атене. К Атена сейчас в 23-м году стала официально лучшей винодельней мира. 22-21 год Зукарди, это была лучшая винодельня в мире. То есть, понимаете, да, что ни Франция, ни Италия, они как-то не выиграют в последние годы. Вот, тоже отличный сет, тоже недорогой. Пулента, кстати, Пулента интересна тем, что это официальное вино Порше. Они делают на все презентации моделей Порше, ну, винами обеспечивают они. Классная тоже винодельня и недорогие вина, очень рекомендую. И это сет, который мы собрали недавно. То есть, вот до того, как Мальбек стал безумно популярен в Аргентине, здесь выращивали Бонарду. Бонарды сейчас осталось мало. То есть, вот, допустим, Никола Катена, одно из моих любимых вин вообще в принципе. То есть, для меня оно в топ-10 входит лучших вин Аргентины. И при этом цена у него довольно смешная, там, порядка 60 долларов. Эмо тоже Бонарда. То есть, эти все виноградники, им там около 100 лет. Соответственно, большая корневая система, мало плодов и сам по себе сорт Бонарда очень интересный. Это у нас здесь Мальбек и здесь Блэнд. Вот этот Блэнд тоже очень интересный. Вообще, я люблю бленды. И у Пуленты есть классные бленды. И классных блендов вообще в Аргентине достаточно много. Надо сделать еще отдельный сет только из блендов. Но пока до этого руки не дошли, я думаю, к следующему сезону сделаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!